Несколько слов о видах стеклорезов. Есть две группы, роликовый и алмазный, с искусственным кристаллом, которые в прошлом веке ушли в небытие. Хотя китайцы еще производят такие карандаши с заостренным металлическим шипом. Поскольку режущим элементом является ролик, из закаленной стали в дешевых, из карбидов альфрамов профессиональных, эти стеклорезы стали называть роликовыми. Фирменные стеклорезы при правильной эксплуатации служат десятилетиями и способны разрезать не один десяток тысяч метров стекла. Для совершения качественного реза необходима смазка. Поэтому придумали систему подачи смазки на ролик во время реза. Менеджер по продажам, ничего не понимающий в стеклорезах, стали называть эти стеклорезы масляными. А которые не имели систему смазки, стали называть роликовыми. Типа со смазкой эти стеклорезы уже не роликовые. Во всех дешевых стеклорезах только имитация подачи масла к ролику. Ни фитиля, ни тем более клапана вы там разумеется не найдете. Так что можете даже не пытаться туда чего-то заливать. Или у вас все это сразу вылится просто ручьем, или наоборот вообще не петечет. Третьего тут неданного. Есть спецмазла для стеклорезов, но уже давно используют обычный осветительный керосин. Из хостоваров по 100 рублей с бутылку. Отличия в свойствах вы не заметите. На рынке гигантское количество стеклорезов, в основном дешевых. Абсолютно все стеклорезы в описании позиционируются как профессиональные. Вы никогда не увидите в продаже позицию стеклорез любительский, только для домашнего использования. Рынок маркетинга. Для того и был записан этот ролик, чтобы ознакомить покупателей со всеми нюансами. Старейшая японская фирма Тойо, или Тойо как угодно, производит прекрасный профессиональный инструмент. В данном видео знакомим вас с мировой классикой. Стеклорез ТС-17Б. Тяжелая латунная рукоятка с насечкой. Изумительный режущий ролик из карбидового альфрава. Подпружиненная головка обеспечивает смазку ролика только во время нажатия на поверхность. Для подачи смазки нужно открутить верхнюю пробку на один оборот, чтобы попадал воздух в рукоятку. Как я уже сказал, это мегапопулярный стеклорез во всем мире. И разумеется, самый подделываемый. Весь интернет и офлай рынок завален дешевыми китайскими Тойо. Масса роликов, на которых блогеры из разных стран делают обзоры на якобы японский стеклорез Тойо, а показывают китайский стеклорез. И таких презентаций маркетинга. Как видим, у всех в руках китайские подделки. Теперь вы можете определить это безошибочно, с первого взгляда на стеклорез. Мы предлагаем продажи настоящий японский стеклорез Тойо ТС-17Б. Очередную партию из завода в Японии ждали два месяца. Очередь на заводе очень большая. Заказов у них на эту модель огромное количество со всего мира. Определить настоящий Тойо или китайская подделка, как вы уже поняли, совсем несложно. У японца латунная рукоятка, у китайца стальная. На латунной рукоятке нанесена гравировка и название фирмы с логотипом. То же самое и на головке стеклореза. Коробки отличаются надписями. Ну и разумеется цена. К немалой закупочной цене прибавьте жирные таможенные пошлины и дорогую логистику до России. Как говорится, делайте выводы. Несколько слов о дешевых китайских стеклорезах по 200-300-500 рублей, которыми кишит интернет строительные магазины. Если у вас есть опыт резки стекла и вам нужно отрезать форточку для дома или несколько стекол на даче для теплицы, например, и если стекло не толще 5 мм, то вполне можно купить и такой стеклорез. При определенном навыке и при отсутствии требований к качеству реза и кромке стекла, вы вполне сможете отрезать стекло для своих нужд с определенным процентом боя и брака. Если опыта нет, то вероятность удачного реза таким стеклорезом стремится к нулю. Если же вы хотите резать стекло как бумагу, по любым радиусам иметь безупречную кромку стекла и хотите, чтобы стеклорез служил и вам, и вашим детям, конечно, нужно покупать профессиональные японские на всю оставшуюся жизнь. Вот для примера куплены вчера два китайских стеклореза в строительных магазинах по 200-300 рублей. Как ожидалось, полая рукоятка для смазки и сквозная дыра в головке стеклореза с самым дешевым обычным роликом из закаленной стали. Заливать какую-то смазку в рукоятку бессмысленно. Все сразу вылится. Придется просто макать ролик в керосин перед резом, не забывая смазывать на стекле место реза. Но если не хотите разочарований, от такой покупки лучше отказаться. Это очень сомнительная лотерея. Опыт нарезчик стекла при первом же резе определит настоящий японский инструмент только по звуку. Надеемся, что это видео было полезным для вас. Если вы хотите научиться профессионально, без проблем резать стекло, то в нашем магазине есть лот, в котором к данному стеклорезу прилагаются авторские видео уроки по резке стекла продолжительностью почти 2 часа.